Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Суд в Самаре рассматривает дело шестерых сотрудников полиции, которые массово фальсифицировали дела о наркотиках. На протяжении нескольких лет эти полицейские подбрасывали запрещенные вещества и пытали людей, требуя подписать признательные показания. Вместе с полицейскими судят и 15 жителей Самары, которые, выступая в роли подставных свидетелей, так называемых штатных понятых и закупщиков наркотиков, помогали фальсифицировать дела. В результате их совместных усилий в колониях оказались десятки невиновных людей, большинство из которых все еще отбывают наказание и вряд ли добьются реабилитации раньше, чем закончится суд над полицейскими, который длится уже полтора года. Рассказывает Анастасия Тищенко. На скамье подсудимых шестеро полицейских. Все они бывшие сотрудники отделов наркоконтроля в Самаре. В 2013-2015 годах, по их словам, они отчаянно боролись с распространением запрещенных веществ в регионе, комментирует адвокат Ильдар Горос. У них позиция о том, что мы защищали город от наркоманов, поэтому да, немножко мы переусердствовали. Ну это если коротко их поделись сказать. Но это все же наркоманы были. Да, я, собирав материалы на данных осужденных лиц, пользовался оперативными хитростями, но со стороны закона, я даю свое слово от лица всего МВД, что там сидит каждый за свое, каждый за путь. Удалось записать комментарий одного из подсудимых оперативника Сергея Хроновского изданию «Важная история». На следствии почти все полицейские признали вину и подтвердили, что фабриковали доказательства, занимались мошенничеством и превышали должностные полномочия, били задержанных или угрожали им. А еще привлекали прикормленных понятых. Их было как минимум 15 человек. Теперь те тоже сидят рядом с полицейскими на скамье подсудимых. Благодаря такой сплоченной работе к уголовной ответственности по наркотическим статьям в Самаре за те два года были привлечены как минимум 17 человек, которые в этом деле проходят как потерпевшие. И мы уверены, что там эпизодов гораздо, гораздо больше. Но, видимо, каким-то политическим решением, скажем так, ограничились тем, что есть. У меня ничего не было. Ни одного, ни факта, ни подтверждающего. Только вот эти закупщики, которых предоставили они и их сфальцифицированной бумаги. Комментирует один из потерпевших, 62-летний Борис Асташкин. Полицейские задержали его на стоянке в мае 2016 года. Ничего не нашли, но заставили подписать признательные показания, что якобы Асташкин продавал наркотики. В противном случае угрожали отправить в тюрьму не только его, но и его гражданскую жену. В результате Асташкин был приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы за сбыт в особо крупном размере. На 10 лет в колонию отправился и сын Юлии Александр. К нему полицейские ворвались домой в ноябре 2015 года и якобы нашли запрещенные вещества в большом количестве. Александр действительно употреблял наркотики, но не хранил и не продавал их, утверждает Юлия. Самарское дело против полицейских и подставных понятых суд рассматривает уже второй год. И пока не будет приговора, обвинительного, как надеется, защита, не будут пересмотрены и дела потерпевших. Пятеро из них до сих пор в колонии, а полицейские и понятые тянут время, не приходят на заседания. В основном по болезни. Теперь с коронавирусом очень легко эти заседания прогуливать. Тем более, что эти все онлайн больничные листы, которые есть, их выписывают по звонку фактически без приема врача. Это дает возможность злоупотреблять этим правом подсудимым. По некоторым эпизодам проходят сроки давности по фальсификации. Поэтому, конечно, чем дальше, тем для них это лучше. Во время судебных заседаний некоторые полицейские частично отказались от признательных показаний, которые давали на следствие. И теперь признают только фальсификацию, но не превышение должностных полномочий. Кроме того, Эльдар Горос утверждает, что в ходе слушаний выяснилось, один из бывших полицейских, Сергей Хроновский, тот самый, который пользовался оперативной хитростью, мог быть и сам причастен к сбыту наркотиков. Но это будет уже другое уголовное дело. Когда и если этот эпизод дойдет до суда. 228-ю статью Уголовного кодекса России, предусматривающую ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков, называют народной. Почти четверть российских заключенных осуждены именно по наркотическим статьям. Об этом говорил даже Владимир Путин во время прямой линии в 2019 году. Вообще-то для наркопреступлений в России предусмотрено 15 уголовных статей. По ним наказывают за приобретение, хранение, сбыт выращивание или изготовление наркотиков, незаконную выдачу рецептов на наркопрепараты, организацию притонов или склонение к употреблению. Под запрет попадают не только чистые наркотики, но и смеси и вещества, включенные в список запрещенных. Причем концентрация такого вещества практически не имеет значения. И при этом в России по-прежнему существует палочная система отчетности работы полиции, а судьи часто не слишком требовательны к качеству расследования дела наркотиках. Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной юрист проекта HandHelp.ru Арсений Левенсон. Арсений, здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что вот процессов, подобных тому, что идет в Самаре сейчас, должно быть в разы больше, учитывая то, какие низкие требования к качеству расследования дел наркотических предъявляют суды и вот эту самую палочную систему отчетности, которая стимулирует полицейских, чего уж греха таить, к тому, чтобы рисовать доказательства, рисовать дела, невзирая на то, виновны люди или нет? Это действительно так. На самом деле это дело в отношении шестерых полицейских и понятых, которые помогали им фабриковать дела, это даже не вершина айсберга, которую мы видим, а это маленькая снежинка, которая на этом айсберге. И вы правильно упомянули, что горячую линию президента в 2019 году, потому что вот эти незначительные количество уголовных дел в отношении сотрудников полиции появилось именно после горячей линии этой. И именно тогда президент указал на то, что надо контролировать, чтобы не возбуждали дела ради галок, и что нужно создать орган, который бы следил за полицией и добивался привлечения к ответственности, когда полиция подбрасывает наркотики или действует недобросовестно. Но, на мой взгляд, к сожалению, такой подход и вот это отдельные уголовные дела в отношении сотрудников полиции, конечно, проблемы не решают от того, что один отдел посадили оперативников и их начальника. К сожалению, другие не перестают действовать так же, пока эти дела легко проходят в судах, пока нет фактически судебной проверки, судебного контроля за деятельностью наркополиции. Вот это представление, что все можно решить силовым образом через создать полицию, которая будет бороться с наркотиками, а потом еще одну полицию, которая будет бороться с недобросовестными полицейскими, а потом еще одну полицию, еще одну полицию, что все можно решить полицией, оно, к сожалению, неверно и, к сожалению, так не работает. Только появится какой-то незначительный план не только по 228 статье, Ну, еще план на этих сотрудников полиции. А сама проблема решена не будет, пока не будет независимого судебного контроля. Но при этом строгость наказаний, она растет, особенно по сбыту. В отношении хранения, приобретения наркотиков нет такой тенденции на ужесточение наказания. Вот. Но в отношении сбыта мы наблюдаем, что за последние 10 раз в разы выросло количество приговоров на сроки больше 10 лет лишения свободы. Такого раньше не было, и это тоже последствия реформы антинаркотического законодательства, которая была в 2012 году. Причем сбытом, насколько я понимаю, в России очень часто вот эти сотрудники правоохранительных органов считают в том числе и, не знаю, передачу одной дозы от одного наркопотребителя другому даже совершенно бесплатно. Да, это действительно так. Под сбытом рассматривается далеко не только коммерческое распространение наркотиков в больших размерах. Вот. И такие сроки по 10 лет лишения свободы зачастую получают просто так называемым социальным сбытием, когда наркопотребители вместе приобретают наркотики, встречаются, одного задерживают и принуждают сказать, что другой наркопотребитель ему собирался эти наркотики сбить, например. А другого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. И вообще вот этот состав покушения на сбыт наркотиков, когда задерживают человека, у него обнаруживают несколько пакетиков с наркотическими средствами и вменяют ему не то, что он их приобрел для себя, а якобы он имеет умысел на их распространение. И требования к доказыванию этого умысла, они просто чрезвычайно малы. Просто сотрудник полиции, оперативник скажет, что у них была оперативная информация, что гражданин причастен к незаконному распространению наркотиков. И все, и никто это не будет проверять. Абсолютно. Суд не потребует подтверждения, каких доказательств, предоставления в суд для ознакомления этой оперативной информации, оперативного дела не будет изучать. Просто довериться по показаниям сотрудника полиции. Или, например, у гражданина при обыске обнаружат весы, помимо того, что при себе обнаружат один грамм какого-нибудь психостимулятора. И скажут, а вот весы, это для расфасовки, следовательно, он занимается сбытом наркотических средств. Хотя, очевидно, весы могут использоваться и при употреблении для того, чтобы наркопотребителю измерить дозу. И такое правоприменение, например, приводит к тому, что реально наркопотребители опасаются хранить весы дома, умирают от передозировок. Перебью. Вот с точки зрения обывателей, как бы, вам скажут, туда им и дорога. Вообще наркопотребление в России это очень стигматизированная вся история. Человек, которого подозревают в хранении, в употреблении наркотиков, он уже априори для многих людей преступник. Это просто десятилетиями вкладывали в головы россиян. И поэтому, ну какая разница, фабриковали на него это уголовное дело или не фабриковали? Как правило же все-таки чаще всего попадают под раздачу, простите за такое слово, именно наркопотребители. Да, и вот вы на это тоже обращали внимание. Ну и правильно, туда им дорога. Может придут в тюрьму и там отучатся наркотики употреблять. Вот примерно такая логика. Нет, есть, конечно, такой взгляд на эту проблему. Кто-то говорит, да расстреливать надо. Это вот сейчас Совет Европы и России вышло. Может быть и расстреливать станут наркопотребителей. Но, конечно, это не только совершенно бесчеловечная, человеческая ненавистническая позиция, негуманная. Это не какие-то чужие люди, пришельцы с другой планеты. Это люди, у которых есть близкие, которые кому-то дороги. И фактически, да, государство предлагает насилие, убийство, как способ реагирования на проблему злоупотребления наркотиками. Но это не только негуманно, но еще не приводит к решению проблемы, проблемы употребления наркотиков. Вот эта пресловутая война с наркотиками, как и любая война, да, она не может достичь никаких благородных целей. Она может только увеличить количество ненависти, насилия, уровень насилия в обществе и только создать новые социальные проблемы, а не решить уже имеющиеся. И, конечно, реагирование государства, и мы все время об этом говорим, должно быть иным. Оно должно быть в социально-медицинской плоскости. Я вас прошу прокомментировать. Вот следующую информацию, которую я нашла. Выяснилось, что Россия сейчас является лидером по числу потребителей наркотиков в странах Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии. Об этом было заявлено недавно созданной Международной комиссией по наркополитике. По оценкам экспертов, в Восточной и Центральной Европе, а также в Центральной Азии, сейчас, вот в настоящее время, наркотики употребляют приблизительно 3 миллиона человек. И 1 миллион 800 тысяч из них – это в России. Чем это объясняется, если так много посадок, если за распространение избыт сажают такое количество людей, дают им такие сроки? Почему же до сих пор не переловили вот всех тех, кто сажает, грубо говоря, на иглу, этот один миллион, почти 2 миллиона человек? 20 лет этих преследований, постоянного практически, с небольшими проблесками разума, наращивания репрессий и ужесточения наказаний, они не привели, конечно, к существенному сокращению уровня употребления наркотиков в обществе, и не привели, что главное даже, как бы, основное, к понижению доступности наркотиков. До последнего времени, буквально до последних пару дней, как бы, до вчерашнего дня практически, да, в России наркотики были доступнее, чем, наверное, в большинстве стран мира, из-за того, что действовала всем известная Darknet-площадка, один из самых больших маркетплейсов в интернете по продаже наркотиков, да, который недавно закрыла не российская полиция, а немецкая полиция в сотрудничестве с другими, там, с Соединенными Штатами и другими странами. И их действия, не российской полиции, вот сейчас привели к какому-то временному, я думаю, но понижению доступности наркотиков, да, потому что усилия были сосредоточены на разрушении, как бы, инфраструктуры, а преследование, там, десятков тысяч сокладчиков, да, которые работали вот на этих магазинах, оно к доступности наркотиков, понижению доступности не приводило, да, просто как расходный материал, вместо одного закладчика эти магазины в Darknet-площадке нанимали другого, который точно так же распространял эти наркотики. И в этом смысле была, не сказать, бессмысленность этих репрессий, в том смысле, что это не останавливало молодежь, которая не думает вообще о каких-то последствиях от того, чтобы участвовать в этой, как бы, незаконной деятельности из-за того, что она чрезвычайно прибыльная, а регионы в России, ну, в регионах вообще нет там другой работы, например, и студентов, и школьников, чтобы заработать на велосипед, на телефон и так далее. А почему не ловили крупных-то? Потому что не умеют, да, то есть на самом деле... Или не хотят, или вот просто часто можно слышать, что главная наркомафия, это, собственно, те, кто борется с этой наркомафией. Есть ли какие-то сведения, подтверждающие эти обстоятельства в России? Есть, во-первых, ну, как бы, известно, что в России никогда не было войны наркоматией с полицией, потому что, как бы, да, видимо, договаривались, как бы, если это не одни и те же регулиции, то, во всяком случае, понятно, что чрезвычайно распространена коррупция, и это тоже влияет на то, что, как бы, ну, крышуются и так далее, конечно. Вот, но и сведения есть, да, пока разрозненные. Мы не можем утверждать, да, что государство занимается наркобизнесом, но были уже откровения довольно высокопоставленных сотрудников наркоконтроля, которые заявляли о том, что причастные к органам безопасности лица занимались тем, что создавали вот на этом маркетплейсе, в Даркнете магазины и занимались распространением наркотиков, и одновременно с созданием там, значит, организационно привлекли, вербовкой всяких вот этих школьников и студентов, из которых потом делали группы лиц, организованные группы, и отчитывались об очень успешной деятельности по борьбе с наркотиками. Вот, а магазин продолжал функционировать. И было такое видеообращение от одного из сотрудников полиции, его можно найти в Ютьюбе, да, и, конечно, это уже настораживает. Если уже даже появляются такие в системе люди, которые говорят о том, что эта проблема есть, то, конечно, вероятно, она есть, и ее никто не решает, да, что никак с этим не расследуются эти даже заявления и факты. Тот сотрудник полиции, по-моему, сам был осужден за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Вот, я, может, это другое разгласил, но, в общем, выглядит... А может быть, да, выглядит так, как будто это и была государственная тайна. Да, выглядит это исключительно. В том докладе, о котором я уже упомянула, подготовленном международной комиссии, в частности, было отмечено, что российская наркополитика основана исключительно на стигматизации и наказаниях с полным пренебрежением к правам человека и научному подходу. Ну, в частности, в России категорически против все чиновники, большинство чиновников выступают против заместительной терапии, так называемой метадоновой терапии. Кроме всего прочего, в России нет программ уголовной юстиции и общественного здоровья, которые могут уравновесить деятельность правоохранительных органов в вопросах борьбы с наркотиками. Это тоже заявляли в комиссии. А почему так происходит? Почему, вот как вы сказали, борются только насильственными методами, только с полицией, только репрессиями? Почему не выбирают другую дорогу? Это, в принципе, не в привычках российских властей нынешних? Или они не считают это эффективным? Или не считают прибыльным? Это не прибыльно, и это не кормит вот этот государственный аппарат силовиков. Вот, а следовательно, зачем это нужно? Если это не полезно тем, кто сейчас, в общем, принимает решения, к сожалению, в стране в основном. И более того, да, дело не только в заместительной терапии, может быть, это не панацея, да, вот проблемы с наркотиками, но вообще никакого лечения фактически и реабилитации нет. А то, которое есть, оно очень высокобарьерное и малодоступное. Да, в Москве, например, да, есть реабилитационный центр один, вот, куда могут только москвичи записаться. А сколько людей, какое огромное количество людей, без прописки, которые употребляют наркотики, имеют зависимость, они не могут получить лечение, пройти реабилитацию бесплатно, да, в государственном реабилитационном центре. В огромном количестве регионов просто нет этих реабилитационных центров. И доверия к медицине тоже нет. Это другая проблема, потому что обращение за наркологической помощью может привести к тому, что окажешься в полиции, да, на врачей накладывают полицейские функции сообщать, если гражданин не приходит на отмечаться. И, в принципе, получают такие не врачи уже, а врачи в погонах, да. И когда и система медицинской помощи, и наркозависимая такая, понятно, что она пребывает в очень, как бы, плачевном состоянии. Так что проблемы не только в пренебрежении там научно-обоснованной методами в смысле заместительной терапии, но и абстинентного лечения нет практически. Спасибо большое, Арсений Левенсон, юрист правозащитного проекта handhelp.ru, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова